Самое сердце нашего города – историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль. На самом деле является древним поселением. Здесь располагался город Переславль-Рязанский. И это не только территория, огороженная валом и двумя реками, но и охранные зоны далеко вокруг. Их историческая и культурная ценность состоит в сохранении панорамного вида достопримечательного места. Судебное противостояние между Рязанской городской думой, разрешившей жилую и коммерческую застройку крупного участка земли в Борках и прокуратурой, настаивающей на том, что здесь действуют охранные зоны, строительство в которых запрещено, завершилось. В Рязанском областном суде завершилось рассмотрение административного иска прокуратуры Рязанской области к Рязанской городской думе. Прокуратура в своем иске оспаривала решение Гордумы об утверждении изменений в генеральный план города Рязани. По мнению истца, этот акт изменил правовой режим земель в районе Борок, в пойменной зоне рек Ака и Трубеш. Представитель ответчика полагала, что спорный участок не является зоной охраняемого природного ландшафта. Изучив представленные доказательства и выслушав мнение сторон, Рязанский областной суд решил иск прокуратуры Рязанской области удовлетворить, решение Городской думы города Рязани отменить. Решение областного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. На решающем заседании суда Вера Чернышева, председатель Рязанского отделения общества охраны памятников архитектуры, истории и культуры, предоставила подлинный экземпляр проекта охранных зон. Это документ, состоящий из текстовой части и карты, на котором были указаны охранные зоны, которые нужно было учитывать при застройке и развитии города. Сам представленный экземпляр оказался, по всей видимости, единственным уцелевшим. Остальные оказались утеряны или недоступны. Позиция Городской думы вызывает по меньшей мере удивление. То есть здесь настолько все очевидно и настолько это то ли глупость, то ли лукавство намеренное, трудно сказать. Достопримечательное место, да, это недавно, так сказать, у нас появилось. Но, простите, памятники федерального значения, археологическое городище, историко-архитектурные памятники, все это было давным-давно. Аргументами сотрудников Гордумы стало и то, что охранная зона должна находиться вокруг памятника. А раз в самих Борках нет памятников истории и культуры, то и защищать там нечего. Видовой точкой предложили считать не всю площадь охранной зоны, с которой открывается вид на Кремль, а конкретную точку на карте. С одной стороны, город постоянно провозглашает, что одно из приоритетных развитий – это туризм, а с другой стороны, пытается двигаться в ровно противоположном направлении. То есть, а какой туризм без туристических объектов? Да, если вот сейчас мы по периметру будем застраивать Кремль многоэтажками, и то сегодня, вот посмотрите, с любой точки Кремля видны эти уродливые, значит, дома внизу, там на речняков, совершенно нелепая башенка, которая, значит, появилась на улице Свободы, в то время как там здание, значит, это должно было быть на несколько этажей ниже. Уже испорчена панорама, и они что, хотят продолжать идти в этом же направлении? Напомним, на публичное обсуждение вопрос застройки охранных зон вынесли градозащитники, а в суд подала прокуратура области. Можно без специальных знаний наблюдать, что многоэтажки, которые в большом количестве выросли за последние годы, в историческом центре города, постепенно закрывают Кремль от обозрения. Пока еще достопримечательное место можно видеть из разных точек города, но скоро есть вероятность того, что сердце Рязани затеряется среди высоток.